Вкладчики от Басыбанка получат компенсацию на свои сбережения в 10%. Максимальная сумма компенсации составит 20 миллионов тенге. Обо всех нюансах в нашем выпуске. Почти 40 граммов синтетических наркотиков изъяли полицейские из тайника в гаражном кооперативе. Какой срок грозит наркозбытчику? Новые победы североказахстанских спортсменов. Алтенбек Хаусагитов стал чемпионом международного турнира Кубок Азии по Казахшакуреса. 28 ноября Касымжи Мартукаев принял участие в 18-м форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Оренбурге. Главы государств поприветствовали участников форума по видеосвязи. Онлайн на нем присутствовали руководители областей, представители отраслевых государственных органов и деловых кругов двух стран. В прошлом году объемы торговли между Казахстаном и Россией достигли нового рекордного значения – практически 24,5 миллиарда долларов. Итоги первых девяти месяцев текущего года показывают рост товарооборота на 5%. Улучшился ассортимент казахстанского экспорта в Россию, стоимость которого превышает 100 тысяч долларов. По сравнению с прошлым годом количество товарных позиций увеличилось с 6,40 до 1050 наименований. Поставки в российские регионы выросли более чем в 2,5 раза. Это из Алма-Аты в качестве примера, а из Астаны в 5 раз. На форуме Касым Жамартукаев сообщил, что в нашей стране успешно работают более 17 тысяч компаний с российским участием и казахстанско-российских совместных предприятий. Приток прямых инвестиций из России в Казахстан в прошлом году обошел до пандемийный уровень больше чем на треть и превысил отметку в 1,9 миллиарда долларов. При этом инвестиции из Казахстана в Россию также выросли на 34%, достигнув 535 миллионов долларов. Казахстан заинтересован в развитии стабильных торговых и инвестиционных отношений. Приоритетом является строительство автомобильных дорог, создание логистических хабов и экономических зон на наших приграничных территориях. В 2019 году в североказахстанской области образована специальная экономическая зона Хазалжар. В самом ближайшем времени там появятся современные экспортоориентированные производства. Считаю, что деятельность этой специальной экономической зоны может придать хороший импульс к операции приграничных территорий двух стран. Касым Жамартукаев также отметил, что на сегодня между Казахстаном и Россией реализовано 110 совместных проектов на общую сумму 23 миллиарда долларов с созданием порядка 30 тысяч рабочих мест. Дарья Пашмынцева, МТРК Компенсация 10% от отбасы банка. Ее получат вкладчики на сбережения, имеющиеся у них на депозитах на 23 февраля 2022 года. Деньги, которые вы закинете после этой даты, в расчет брать не будут. Максимальная сумма компенсации составит 20 миллионов тенге. По предварительным подсчетам компенсацию в 10% получит 1 миллион 700 тысяч депозитов. Общая сумма накоплений на них составляет 1 триллион 300 миллиардов тенге. Компенсация в размере 10% будет выплачена только тем вкладчикам, которые подтвердили свое согласие на выплату, подав соответствующее заявление. Заявления принимаются до 1 января 2023 года. Включительно. Совершеннолетние вкладчики могут подать его в личном кабинете на портале недвижимости Баспана Маркет по адресу отбасыбанк.кз или же в мобильном приложении отбасыбанк. А еще можно обратиться к консультантам филиал отбасыбанка. Там же необходимо подать заявление на компенсацию по вкладам недееспособных лиц, несовершеннолетних вкладчиков, в том числе воспитанников детских домов. Но если вкладчику уже исполнилось 14 лет, заявление он пишет самостоятельно в присутствии родителя или законного представителя. Если у вкладчика банка депозит предоставлен в обеспечение по промежуточным и предварительным займам, в том числе по обязательствам третьих лиц по выданным им жилищным займам, то он также получит полагающуюся компенсацию. Депозиты, которые были уступлены близким родственникам безвозмездно, а также объединенные депозиты тоже будут поощрены компенсацией. В североказахстанском филиале банка насчитывается 53 тысячи вкладчиков. 35 тысяч из них могут рассчитывать на заветные 10%. Нужно только подать заявление. За два месяца это сделали 45,5 тысяч североказахстанцев. Но в каких случаях компенсацию не начислят? Компенсация не будет выплачена, если депозит был закрыт. Заем, в котором депозит выступал в качестве залога полностью погашен с расторжением депозита, также произошел переход на жилищный заем или оформлен жилищный заем по вкладу в период с 24 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года, включая автоматический переход. И также не будет получена компенсация, если депозит был продан или куплен с помощью онлайн-уступки. Компенсация вкладчикам будет зачислена на их депозиты после 23 февраля 2023 года, в течение двух рабочих дней с момента поступления денег в Отбас и банк. Специально открывать отдельные счета для компенсации не нужно. Дарья Пашменцева, Игирим Хамзина, Александр Янцин, МТРК. Где именно находятся наркотики? В портфеле и в кармане, да? 24-летнего жителя Петропавловска задержали в конце сентября возле одного из гаражных кооперативов по подозрению в сбытии синтетических наркотиков путем создания так называемых закладок. При личном обыске у него изъяли три полимерных свертка с кристаллообразным веществом из кармана трико и 20 свертков из портфеля. В правом кармане имеются, видите, да? Свертки. Замотно-синий изолит в количестве трех штук. В ходе проверки его показаний под стеной одного из гаражей обнаружили тайник. Оттуда полицейские изъяли пакет с 60 такими же свертками. Экспертиза показала, что это синтетический наркотик. Его деяние квалифицируется по признакам преступления по статье 297, часть 3, незаконное приобретение хранения в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере, где санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Общий вес изъятого составил 39,33 грамма, что относится к особо крупному размеру. Молодой человек содержится под стражей. Дарья Пашмынцева при содействии пресс-службы областного департамента полиции. Сто голов лошадей паслись без присмотра в Танжинском районе. Скотт на вольном выпасе заметили полицейские. Сейчас в отношении владельца принимают меры. Ему грозит ответственность по статье 408 кодекса об административных правонарушениях. С начала года за вольный выпуск ответственности привлекли свыше 4 тысяч человек. В спецзагоны поместили более 11 тысяч голов бродячего скота. По словам полицейских, в области снизилась динамика роста краж домашних животных. С начала года зарегистрировано 21 такое преступление. За аналогичный период прошлого года их было 31. Пожар в одном из банных комплексов Петропавловска произошел в прошлые выходные. О причине возгорания рассказали на брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям. Было возгорание, буквально утром воскресенья прошедшее. Произошло короткое замыкание в подсобном помещении. Пожар быстро был ликвидирован. Там площадь составила, если мне память не изменяет, около 8 квадратов. Да, небольшое возгорание. Своевременно, потому что своевременно было обнаружено. В помещении стояла пожарная сигнализация, она сработала, персонал своевременно позвонил. А вот в городе Сергеевке сложилось все немного тяжелее. Случай там произошел еще в сентябре. Хозяйка дома решила проверить герметичность редуктора открытым огнем. Было доставлено в больницу с ожогами. Впоследствии, получается, отпущено домой, оказана медицинская помощь. Департаментом на постоянной основе проводятся мероприятия по разъяснению правил пожарной безопасности в быту. Так, с начала года проведено более 100 рейдов по многоэтажным живым домам. Охват составил порядка 5000 человек. Всего в области с начала года произошло 604 пожара. Восемь из них из-за взрыва газового баллона, при которых травмирован один человек. Как показывает статистика, более 70% возгораний пришлось на жилой сектор. Так, за нарушение правил эксплуатации газового оборудования привлечены два жителя города Таинши. Им выписан штраф на сумму 15 тысяч тенге. Диана Салихова, Ринат Шамшуддинов, МТРК. В клубе Сана Центральной городской библиотеки Юнишухова состоялась музыкальная гостиная. Основная его задача – пропаганда и популяризация государственного языка, казахской литературы и устного народного творчества. Этот клуб открыли для взрослой категории людей, от 50 и выше. В эту категорию людей входят наши местные писатели, поэты, разные люди общественности. Молодежь на сегодняшний день, ну, все равно, что там говорить, мало. Говорят на государственном языке, поэтому с этой целью мы привлекаем в наш клуб молодежь. Это студенты, это в основном курсанты военного института. Кто поможет обучить самому важному, если не старшее поколение, чтить достояние национальной культуры и знать свой родной язык. Сегодня на мероприятии собрались члены литературно-музыкального клуба Сана. Их всего 25 человек. Пригласились сюда деятелей культуры, преподавателей, ветеранов труда и молодежь. В этом году мы провели много мероприятий на разные темы. Одно из них – судьба языка, судьба страны. Значение языка следует объяснять населению, потому что людей, говорящих на государственном языке, мало. Также нам важно изменить отношение к государственному языку. Сегодня мы решили провести встречу в национальном стиле. Будем петь песни, читать стихи. Куб Сана объединяет людей, увлеченных литературой, склонных к словесному искусству, а также популяризирует произведения местных писателей. Анастасия Кузнецова, Александр Янсен, МТРК. В Петропавловске прошел региональный айтыс. Его посвятили 100-летнему юбилею поэта Сафана Шемерденова. В словесном состязании приняли участие 100 айтыскеров. По словам руководителя отдела областного центра народного творчества Жаркына Жупархана, главная цель айтыса – поддержка молодых талантов. На айтыс приехали акины со всей области. Сегодня они будут воспевать нашего земляка, народного писателя, драматурга Сафуана Шемерденова. В памяти народа он остался не только как незаурядный творец, но и как бесстрашный оратор, бросивший вызов советским властям. В своих речах он говорил о казахах и защищал исключительно их интересы. Вскоре на сцену вышли айтыскеры, жребии в словесном поединке с видеоучастников разных возрастов. Первыми выступают Диас Аяган и Хавдул Абейс Хан. В своем выступлении юный поэт говорит о наследии наших предков, поднимая актуальные вопросы общества. В основном связаны они с развитием государственного языка. Него соперник Хавдул Абейс Хан дал достойный отпор. Мой соперник Хавдул Абейс Хан – опытный айтыскер. Он не раз принимал участие в республиканских айтысах. Его словарный запас очень богат. В своих айтысах он грамотно излагает свои мысли, и это видно с первых слов. Я очень рад, что мне выпала такая возможность состязаться с ним. Но надеюсь, я себя показал с наилучшей стороны. Мой дебют на сцене был в Кокшетау, когда я учился в шестом классе. Сегодня я с гордостью защищаю честь СКО. Выходя на сцену, мы несем ответственность за свои изречения. Мы – глаза и уши народа, потому что знаем и слышим о проблемах общества. Стараемся поднимать их на айтысах и вместе с соперниками и зрителями рассуждать. Кто победит в словесном состязании – решит жюри. К слову, этот айтыс завершает сезон. Впереди ораторов ждет подготовка к состязанию международного масштаба. Алишара Шимафринат Шамшуддинов, МТРК С 23 по 25 ноября в Туркестане проходил международный турнир Кубок Азии, посвященный памяти Кашемукана Мунайдпасова. Честь нашей области и страны защищал Олтенбека Усагитов. В весовой категории 90 килограммов североказахстанский борец стал чемпионом. Сегодня на перроне железнодорожного вокзала его встречали друзья и коллеги. Олтенбека Усагитов, казак Куресы, занимается 10 лет. За плечами парня немало республиканских и международных чемпионатов. К соревнованиям борец подошел ответственно. Схватки были напряженными и богатыми на зрелищные приемы. У меня соперник был один, киргиз был. До финала. В финале я встретился с алматинским соперником. Физически слабых никого не было. Казахстанцы выступили отлично. В 90 килограмм мы выиграли 82-74. Турнир собрал около 300 борцов. Это спортсмены из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая. Мы поехали туда с надеждой на то, что вернемся домой с победой. Алтенбек показал хорошие результаты, победил сильнейших. Это большое достижение. Для него это первая победа на таких соревнованиях. Сейчас у спортсмена перерыв, а после – новые свершения. Аля Шарашимов, Ринат Шамшуддинов, МТРК. Именно так встречали друзья и родные чемпиона мира по кроссфиту Романа Джентлеева. Этот титул северказахстанский спортсмен получил на чемпионате мира по функциональному многоборью, который проходил на нидерландском острове Аруба. Два года назад он также выиграл чемпионат мира, только в онлайн формате. В этот раз наш земляк поставил цель – за рубежом поднять флаг Казахстана на победном пьедестале и спеть гимн страны. И он этого добился. Роман Джентлеев имеет богатый опыт в спорте. Он призер республиканских соревнований по боксу, кандидат мастера спорта по самбо, ангрестлингу, пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса по рукопашному бою. В 2014 году открыл для себя кроссфит. С тех пор оттачивание мастерства и строгая дисциплина. Это все помогло показать свои возможности в восьми странах мира и держать статус чемпиона Северказахстанской области без привязки к возрасту. «Было собрано максимальное количество участников и представительства стран. Более 35 стран участвовало и более 300 участников в разных категориях. По итогам я занял первое место. Первый день у нас была проверка выносливости. То есть это был бег, плавание, бег в жилете 9,5 кг плавания, 500 метров и опять бег. Второй день у нас была проверка силы и работы с собственным весом, то есть гимнастика. И третий день у нас был, финальный день, было три задания. Это лактатная выносливость, это проверка твоих навыков и проверка твоей мощности. То есть умение выдавать максимальную силу за кратчайшее время. Вот эти все качества воедино соединили и получилось так, что шведа, опытного соперника, которого я давно знаю, очень сильный человек, мне удалось обыграть только на один балл». Полгода Роман практически жил в спортзале, далее оценил свою готовность и отправился на другой континент. Чемпион говорит, что именно кроссфит позволил выйти ему на новый уровень. «Мне хотелось какого-то вызова, то есть кроссфит позволил мне сделать такой вызов. Тренировки всегда разнообразны. Есть дух соревнований на каждой тренировке, есть развитие навыков, есть работа со своим весом, плавание, штанга. То есть ты разносторонне развиваешься. И этот спорт имеет большую перспективу, потому что я вижу, как он развивается в Узбекистане, в Европе, в Америке. В Казахстане федерация существует, но она недостаточно развита, хотя уже долгое время существует. И есть к чему стремиться». В следующем году Роман Жантлеев планирует выступить на международном турнире и на финале Чемпионата мира в Канаде. Анастасия Кузнецова, Александр Янсен, МТРК. Хоккейный клуб «Кулагер» принял на своем льду команду из «Октабе». В рамках Чемпионата Республики Казахстан среди мужских команд про-хоккей Лигасы сезона 2022-2023. На 28 ноября хоккейный клуб «Октабе» находится на шестом месте турнирной таблицы. «Кулагер» на седьмом. Местная команда не сразу влилась в игру и почти в самом начале матча пропустила шайбу в свои ворота. Гол забил игрок под восьмым номером Илья Овечкин. Игроки хоккейного клуба «Октабе» отлично показывают себя в нападении, но и соперники активны и хорошо отбивают атаки. В этом матче много силовых столкновений. Команды не уступают друг другу. Первый гол забили спустя 18 секунд игры. Сейчас уже завершается первый период и на табло тишина. Смогут ли ее разорвать хозяева льда и дать отпор команде «Октабе»? Или первый период так и завершится со счетом 0-1 в пользу гостей? Много атак на ворота «Кулагера», но вратарь ловит каждую шайбу. Так и завершается первый период. Немножко проспали начало первого периода. Будем выходить и справляться. Если добавим скорости, будет преимущество. Будем играть, конечно, играть на победу. Несобранность местной сборной заметили и зрители. Тем не менее, продолжают поддерживать своих земляков, несмотря ни на что. Как-то ребята не собраны, какая-то нервозность чувствуется. Нету командной игры. На мой взгляд, я, конечно, могу ошибаться. Ребятам и тренерам, тренерам, конечно, виднее. Мне нравится. Мне нравится вообще. Вообще нравится, да. Живая игра, нету застой, то есть постоянная динамика. Это, конечно, радует, это хорошо. Мы пришли поболеть за «Кулагер», поддержать наших спортсменов. Любым спортсменам нужна поддержка. И мы активно болеем. Желаем нашим ребятам победы. Игра тяжелая, соперники сильные, давят и давят. Во втором периоде команды начали играть жестче. Было несколько удалений. Долгое время счет на табло не менялся и продолжал показывать 1-0 в пользу хоккейного клуба «Октюбе». Следующий гол зрители увидели только в третьем периоде на 57-й минуте матча. Артем Пашиндялов из «Кулагера» сравнял счет. «Октюбинцам» этот исход не понравился и спустя еще 8 секунд шайба полетела в ворота местной сборной. Игра завершилась со счетом 1-2 в пользу гостей «Октюбе». Следующий матч состоится 29 ноября в 7 часов вечера. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok